Всем привет, народ! Канал Покашеварим и сегодня очередной обзорчик. Причем сегодня он реально не запланированный. Недавно вы видели у меня на канале выпуск с золотой воблой, а она сейчас конкретно вот за спиной Димы. И мы такие вышли из нее и смотрим, на той стороне пита и сувлаки. Это то заведение, куда я давненько хотел сходить. Ее открыл вроде бы как грек, и там действительно греческая кухня, аж даже какие-то греческие поставки. Я рассчитываю на то, что там действительно большие оливки, маслины будут, там будет свежая пита, там будут шашлычки вкусно приготовленные. В общем, все то, что мы ожидаем от греческой кухни. Пойдем посмотрим. Совершенно неожиданный действительно обзор. Мы сюда не собирались, но теперь очень даже собираемся. Пойдем. Нас посадили тоже без каких-либо вопросов и отдельный респект. Ну, я просто так традиционно, когда захожу, здравствуйте, там у вас вкусно, можно у вас поесть. Я говорю, вот вы попробуйте и сделайте выводы. Молодой человек сказал, красавчик. Попробуем и сделаем выводы. И я пока мы тут готовились, я посмотрел на их сайте. У них три места в Москве. Это Садовая Самотечная, Покровка, это где мы сейчас находимся, напротив Золотой Воблы. А вон она, ты можешь показать? Прям Вобла, вон. Вот мы оттуда вышли с прошлого обзора и сюда зашли. Вот, и улица Пятницкая. Ладно, подождем официанты, нам помогут разобраться. Здрасте, да, мы почти готовы. Если нам что-нибудь подскажете, будет здорово. Ну, мы точно хотим попробовать питу, то есть пита с мясом, допустим, с курицей сделать. Пашки мяса заборачивается в лепешке. Шикарно. Хочу картофель фрилу, в помидоре в сон. Так, тогда отдельно сувлаки здесь эту куриную сделаем, а сувлаки... Получается сувлаки от нашей Пашкина. Судзакаки в пите. Судзакаки, острый кипап, и свиних гибель. Фарш? Да. Давайте-то тоже такую попробуем. Так, ну что такого еще, что вот мы не поедим где-то еще в Москве? Здесь тарелка вот такая холодная, сушечки. Залезаем, давайте. Давайте ее сделаем, а что нормально будет? Сколько она стоит такая? 166. Пойдет. Мне очень нравится место в плане антуража. Уютно здесь пониже, чем во многих местах, потому что, ну, во-первых, тут довольно плотно стоят столы, мы слышим плюс-минус, кто о чем говорит, да, и соседей. Но в целом антураж такой клевый. Играет музыка, вот сейчас греческий рок-н-ролл, а такое, видимо, бывает. До этого играла греческая какая-то мелодия с этими, как инструмент-то называется-то, блин, неважно, в общем. Нам принесли уже кофе, который сварен в турке. Не кури турко-трубку, вот. Судя по описанию, это чисто такой турецкий кофе, сваренный в песочке, в турке и поданный вот в формате вода и кофе, чтобы вы могли запивать, например. Давай попробуем. Я небольшой любитель эспрессо. Слушай, это очень круто. Я взял сладкий, это вообще неправильно. То есть, ну, надо брать не сладкий эспрессо, чтобы ощутить, но очень вкусный. Ну, то есть, нет желания его запить, он не кислый, он не горький, он горько-кисло-бархатный такой, короче. Круто сделано. Товарищи баристы, не надо писать в комментариях, что я что-то не то делаю, я и без вас это знаю. Но мне вкусно. Я сейчас на сайте пытаюсь найти стоимость. То есть, у нас забрали просто меню, сколько стоит? Меню. Ой, спасибо большое. Как вы назвали его, чтобы... Запомни. Сколько стоит лимонад? 350. А в следующий раз, если пойдете, может, меню захватите нам? Спасибо. Спасибо. 350 стоит лимонад, мы выбрали из брусники, на сайте почему-то нет, но здесь в меню он точно был, я видел. Брусника, ягода слаще, чем клюква, но вот этот брусничный лимонад даст фору любому клюквенному морсу адский заряд кислоты такой, но вкусно. В этом лимонаде чувствуется прям, что сюда, то есть это морс с газами, вот так вот назовем, прям выдавили сюда ягоды брусники. Цена, конечно, дороговато, мне кажется, за пол-литра 350 рублей, но что-то как-то перебор, я сейчас проверю, черт его знает, в общем, непонятно, сколько стоит. Ладно, нам принесли первую еду, это закуски, это закуски, вот такая тарелка закусок, по-моему, стоит 450 рублей. Тут дзадзики, тут что-то, тут маслины, тут вяленые томаты, перчик, сыр фета, соригана, очевидно, и какая-то непонятная субстанция, вот эта желтая, оранжевая, я не знаю, что это. А, это, подожди, это печеная фасоль, это мы разобрались. Сыр фета, понятно, дзадзики, понятно, узумезы, вот это непонятно, наверное, оно и есть вот эта оранжевая штука. И оливки каламата, это большие оливки, нет, это маленькие оливки. Ну, на картинку похоже, хотя там еще числится какой-то перчик, перчик с какой-то начинкой. Вот он, я не знаю, видно или нет, болгарский перчик с какой-то начинкой сверху. У нас в тарелке такого нет. Попробуем сначала печеную фасоль, она такого размера, в каком-то томатном типа соусе. И в оливковом масле. Это очень обычно, но это очень вкусно. Магия, на самом деле, видимо, в томатах. То есть тут настолько ярко выраженный томатный привкус, и привкус оливкового масла, что это по факту на круг становится очень вкусным. А всего лишь печеные бобы. Оливки. Я уронил косточку, это знак вернуться. Причем они маринованные, это замаринованные оливки в рассоле. Довольно вкусно тоже. Ага, спасибо большое. Все, вижу. Спасибо. Короче, оливки тоже вкусные, но, видимо, тут вопрос не стоит, вкусно это или нет. Тут все по умолчанию должно быть вкусно. Сыр фета. Вот не зря, кстати, мне советовал официант взять еще лепешку сюда. Я отказался, потому что мы питу отдельно взяли. А было бы неплохо сейчас фету разложить, прям вместе с дзадзыки на лепешку. Я все ранее хочу поесть благородное, не получается. Странное ощущение, но я в Греции был 4 или 5 лет назад, и у меня сейчас столько ощущений, что я туда возвращаюсь. Вот такой фета в Москве, честно говоря, я не знаю, нашего производства, реально ли его купить. Я уверен, что это привезенный фета. Потому что настолько вот такого вкуса я не пробовал нигде, кроме Греции. Надо у них спросить, но уверен, что, я абсолютно уверен, что это греческий продукт. Ну, вяленые томаты окей. У меня таких дома банка. Вот это намазка. Давай попробуем просто, что это. Ну, это типа как будто творог с чем-то. Капец, я такой компетентный вообще в плане еды, да? Это типа это с чем-то, это типа творог с чем-то. Не могу толком объяснить. В общем, это одна из таких намазок, которые вы встретите в Греции в хороших отелях. Равно как и вот йогуртовой дзадзики. Нет, это очень вкусно. Слушайте, ну, я, честно говоря, вот эту тарелку взял чисто, чтобы вот ощутить. Ощутить как бы вот этот аромат и свежесть Греции. И да, у меня получилось. Не могу остановиться есть дзадзики. Короче, нам принесли шашлычки. Они же сувлаки. Из курицы стоит 160 рублей. Подается вот в форме такой лопатки. Тут помидорчик. Смотри, какой красный, да? Очень хороший помидор. Тут лучок и сам сувлаки. Это бараний, а, из телятины, посыпанный специями. Равно как и шашлычок куриный. Он тоже весь в специях. Он весь оранжевый, то бишь с куркумой. И опять-таки два, две дольки помидоров вместе с луком. Подача очень необычная. И получается, вспоминая Грецию, у них принято подавать, вот, когда ты покупаешь сувлаки, у тебя уже там пита, картофель. Я почему-то смотрю сюда, потому что тут написано название того, о чем я сейчас рассказываю. Это называется мерида. Или мерида. Там, где целое блюдо, и там и шашлычки, и пита, и все подряд. Это такой упрощенный вариант, скажем так, мерида лайт. Жлобский, назовем это так. Честно, конечно, не хватает, не хватает привкуса огня, вот этого вот приготовленного шашлычка на свежем воздухе. Хорошее замаринованное мясо, мягкая телятина. Но чуть-чуть вот не хватает. Чуть-чуть не хватает, конечно, ощущений именно какого-то открытого пространства, тепла, уюта, такого уличного. Окей, ладно, давай попробуем курицу. Мы едим без соусов. Просто обычные сувлаки, обычные шашлычки не вызывают никаких восторгов. Это просто шашлычок, он нехорошо сделан. Это куриные бедрышки, приготовленные на обычном гриле, обычной жарочной поверхности, но вкусно замаринованы. Там есть травочки, которые добавляют какие-то вкусы, но не вау. То есть нет прям дикого восторга. Я вот почему все время возвращаюсь к дзадзики, потому что, блин, вот что меня вызывает восторг, как это, вот этот густой классный дзадзики с огурчиками. Вот это прям вообще свежесть, фреш. Но хорошие помидоры. Вот эти помидоры вкусные. Ладно, перейдем уже, наверное, к хедлайнеру нашего сегодняшнего захода сюда. Это непосредственно питы. А питы здесь стоят, пита тут стоит дорого, ребят. Это вам не шавуха. Сувлаки с курицей, ну то есть пита сувлаки из курицы, внутри в общем все, 310 рублей. И второй мы взяли типа люля-кебаб, это называется халуми в пите, 360 рублей. Вот такие вот цены. Музыка. 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 Так, вот, ребята. Ну что сказать, действительно мягкая, свежая пита, хрустящая картошечка, опять-таки много специй, тут сбоку соус дзадзики и внутри курица, лук, в общем, все, что мы попробовали до этого, теперь все в одном формате в виде вот такой вот питы. Почему-то всегда в гиросе не хватает соуса, я поэтому дома у меня есть рецепт с эти гироса, я дома добавлял больше, чем добавляют всегда в Греции, но, наверное, чуть-чуть ощущение сухости присутствует. Пожалуй, у меня тоже нет восторга, то есть, если сравнивать, ну, это достаточно снобски будет сравнивать там, допустим, с шаурмой, но я хочу сравнить шаурмой конкретно. Вы помните, наверное, выпуск, я вляпался, выпуск про сахару, ту самую сахару, которая сгорела на Мкаде, и вот там вот делают шаурму в лепешках. Вот там вот эта шаурма, она, в принципе, ну, идеологически это тот же самый гирос, да, ну, только шаурма, там нет этой картошки, то есть, там другие овощи, там больше мяса и так далее. И для меня, вот, для человека, который любит мясо, мне, конечно, та шаурма, идеологически похожа на этот гирос, она мне больше по душе, она сытнее, она больше, она вкуснее. Но, вы знаете, это не вопрос этого места конкретно, то есть, вот этого заведения, а вопрос, наверное, в целом вот этого греческого гироса. Он, он исторически чуть скучнее. Я могу быть неправ, но такое впечатление у меня сложилось еще, когда я был в Греции, то есть, когда я ел первый раз вот такой продукт, с картошкой там вот это со всем делом, мне еще тогда показалось, что это поскучнее, чем наша добрая родная шауха. Ну, что могу сказать, когда ты добираешься до мяса внутри, а это именно с люля-кебабом, тебе становится вкусно. Но, чтобы добраться до мяса, тебе надо объесть кучу второстепенной еды. Очень сладкая картошка, она по вкусу как батат скорее. Она ближе по сладости к моркови, нежели к картошке. Вот эта сладость, она отбивает, я бы картошку другую клал, серьезно. По отдельности ничего, но когда вместе с мясом, оно как-то преобладает. Ну, пожалуй, вкусно. Не, я не могу ничего плохого сказать. Очень осыпающаяся у нас еда сегодня происходит. Короче, значит, давайте, наверное, уже подведу итоги. Мы попробовали шашлычки, мы попробовали гирсы, мы попробовали напитки и отдельно тарелку. Если честно, это место хорошее, оно душевное, сюда можно зайти, оно действительно хорошее, тут все в целом вкусно. Но если вы сюда заходите с желанием попробовать именно греческой кухни, прям кайфануть, то тогда лучше брать не вот эти вот такие жирные, нажористые штуки, которые, ну, типа нормально, а лучше взять вот такую вот тарелочку. Вот что мне сегодня действительно понравилось, так это вот эта вот тарелочка с фетой, вот эта тарелочка с дзадзыки, вот эта тарелочка с печеными бобами и вялеными томатами. Вот если посидеть, ее похрумкать, у тебя реально ощущение, что ты такой перенес себя, перенес себя в солнечную Грецию. Когда ты ешь гирсы, у тебя ощущение, что мне не додали шавы, короче. Серьезно такое ощущение. Когда ты ешь шашлычки, у меня ощущение, что сейчас бы на дачку, бы и там вот над углями забабахать шашлычок обычный. Вот есть такие ощущения. В общем и целом, могу ли я советовать сюда сходить? Да, безусловно, да, потому что место уютное, приятное. Вокруг люди ездят, машины в пробках стоят. А ты сидишь здесь, кушаешь вкусный гирос. А это вкусный гирос. Буду ли я вас заставлять сюда идти? Конечно, нет. Все на ваше усмотрение. В целом, место достойное, но еда чуть более чем посредственная. Без обидки. Такие дела. Ладно, а оценки-то мы выставляем заведением просто, да? По какой-то другой системе? Я уже забыл. А, единой системы. Ну и давай выставим, выставим тогда, у меня есть единая система. Цена. По цене, ну, определенно, наверное, я поставлю трояк, потому что 350 рублей за немного мяса и большое количество, пусть хорошее, но все-таки. Картошки фри, я ставлю три. Вкус-качество 4,5, пожалуй, достойно. Комфорт поставлю трешечку по нескольким причинам, как я сказал, тут все друг друга слышат, и вот болтается столешница, короче. Скорость приготовления, в принципе, ну, для такой еды, она довольно высокая. Спасибо. Да не, оставьте сейчас, мы договорим. Для антуража, да, надъеденная еда, это вкусно. Короче, скорость, в принципе, нормальная, то есть где-то за 20 минут нам начали выносить уже еду, напитки еще быстрее. Поставим 4, и персонал, я поставлю 5, они красавчики, они красавчики. Вот такое заведение, итоговые баллы вы видите, посещать или нет, решать вам. Я, пожалуй, бы, наверное, еще бы зашел сюда, Расик, да, да, определенно так. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok